И интересную тему мне открыл Господь. Вы знаете, я верю, что именно то, о чем я сегодня буду говорить, я коснусь одной из сфер человеческой жизни. И вы это услышите. Я знаю, что некоторым людям нужно кое-что сегодня исправить, а другим задуматься и восстановить то, о чем вы сегодня услышите. Это тема будильник. У каждого есть будильник. Я верю, она разбудит тебя сегодня. И пришло реально время проснуться. Разбудит в отношении с Господом, по отношению к самому себе и к окружению, будет все по-другому. Итак, тема называется «Коммуникация чувств». Большинство христиан перестали неправильно использовать в своей жизни чувства. Любовь – это решение, прощение – это решение, вера – это выбор, молитва – это обязательство, чтение Библии – это необходимость и так далее. А, да, еще и прославление Бога на воскресном служении тоже стало для многих христиан этой традицией. И я это слышу, да, и я говорю, что да, 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 да. И то, о чем я сейчас, то, что этот список я перечислил, это верно. Но скажите, на кого похож человек, когда он именно так живет? На робота. Аминь? Кто-то уже побоялся сказать. И вот сегодня восстало или поднялось христианство роботов. Христиане – роботы. Я принял решение любить. Я люблю тебя, Иисус. Я принял решение прощать тебя. А ничего не меняется, церковь. Люди, как не слышали тебя, они не слышат. Люди, как не приняли твое прощение, они так и не принимают. Аминь или нет? Сколько бы ты ни говорила о любви кому-то, я люблю тебя, я люблю тебя. Ты робот. Я столько раз уже ходил в церковь и поклонялся Ему. Без чувств. Ты не можешь быть поклонником. Я понимаю, кому-то сейчас эта тема режет ухо, и кто-то сейчас, возможно, не согласен, но в конце я верю, ты скажешь аминь. Лично я не хочу быть христианином, роботом и воспитывать и других роботов вокруг себя. Где наши чувства? Они сконцентрированы на грехе, немощи, проблемах и негативных ситуациях. Вот там чувства, аминь, вот там ты все делаешь с чувствами и эмоциями. Вот там ты настоящий и живой. Чувства – это жизненная важная составляющая человека. Они могут быть сильным мотивом для победы во всех сферах жизни. Вы заметили, когда прикасается к Духу Святой, мы можем плакать. Тогда, когда мы не собирались плакать. Радоваться. Вести себя по-другому. Вы замечали за собой, когда это происходило на служениях, именно когда вы полностью отдали себя Господу. когда вы начали верить в Него, чувствовать и соединяться с Ним. Сокрушается сердце, слезы. Ты не представляешь, что со мной. Ты сам себя перестаешь узнавать во время того, когда ты становишься настоящим. Когда ты проникаешься звуком, когда ты проникаешься поклонением, ты слышишь, о чем, о чем сегодня Дух Святой тебе говорит. Дух Святой – Он учитель, и Он нас учит жить полноценной и свободной жизнью, чтобы мы не заставляли себя жить с Богом, чтобы мы не заставляли себя ходить в церковь. Сегодня Дух Святой – Он будет учить нас. Деяния святых апостолов, 2 глава. С первого стиха. Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от прорыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Четвертый стих. Все исполнили Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. И седьмой стих. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас галияне, разве не так, удивились они? А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и элемиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Азии, Фригии, Памфилии, Египта, и окрестностях Кирены, в Ливии, и Рима. Как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. Все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Двенадцатый стих. Все поражались в недоумении, спрашивали друг друга, что бы это значило. А в тринадцатом стихе вообще говорится. А другие издевались. Эти люди напились молодого вина. Эти люди не контролировали себя в том элементе, когда они были наполнены Духом Святым. Их чувства даже они не могли контролировать в Духе Святом. И на шум собрались все люди. Люди не услышали Духа Святого, потому что Дух Святой сошел именно на других людей. А эти люди, которые приняли Духа Святого, они стали носителем неба здесь на земле. И их не узнали. И я верю, когда Дух Святой будет прикасаться к церкви, прикасаться к каждому из нас, нас не узнает этот мир. У этого мира будут все время к нам вопросы. Что произошло с тобой? Мне нравится фраза, которую я сейчас произнесу. Она очень сильная и повлияла, и повлияет на многих. Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать. Ты хочешь свободу? Ты хочешь сегодня свободу? Помоги, пастор. Многие пишут, звонят. А когда у вас будет служение, встреча с Богом? Прямо сейчас ты хочешь встретиться с Богом? Прямо сейчас. Вот сейчас, вот на этом месте, где ты находишься, ты веришь, что ты можешь встретиться с Господом? Ты веришь, что тебе никуда не нужно идти, платить определенную сумму, пребывать где-то, чтобы что-то с тобой кто-то сделал. Сейчас от твоего желания, от твоего решения и от всего, что ты сейчас переживешь, зависит вся твоя жизнь. И Бог прямо сейчас говорит, я готов, ты готов быть свободным человеком. И больше никогда никому не лгать, и себе тоже. Ты готов? Перестань лгать, и ты поможешь себе и своему окружению. Точка. Вау! И начинается. Представляете? Хотите честно? Все здесь, все, все лжицы. Все, без исключения. И я тоже. Если я сейчас начну хотя бы один процент рассказывать о себе, ты уже будешь использовать и бить этот по мне, этими же моими проблемами. Хотите честно сейчас? Честно расскажу всем. И вы знаете, если нас здесь немного захватит, и мы поделимся настоящей жизнью, мы будем в шоке, что будет происходить. Но мы будем свободные. Ты не ожидал этой встречи. Вот именно на служениях встречи с Богом, которые все называют encounter, почему-то все называют на английском эти встречи. А я на русском хочу сказать. Там человек приезжает и раскается во всем. И поэтому ему на два днях становится легче. Но потом снова ты лжец. Ты скрываешь свою жизнь. И ты сам себе лжешь. Поэтому ты не свободен. Ты раб этого мира. Ты забыл, что такое раскаяние, что такое исповедь. Ты забыл. Потому что ты вошел в позицию потребителя. Ну, а найди сейчас в церковь, где толпа потребителя. Там никто тебе не скажет правду. Даже те, кто за кафедрой. Ты что, там святые, избранные людьми. Интересно, по каким критериям избирают пасторов в Германии. Хорошо выглядит. Мозг. Молодцы. Изберем пастора. Вы бы в жизни за меня бы не проголосовали бы. Проповедует с ошибками. Громко кричит. Вообще, вообще, что это такое? Мы ему еще завидуем. Зачем? Пусть сидит достаточно. Вы понимаете, от чего мы должны сегодня избавиться? Вы понимаете, что должно произойти сегодня с настоящими детьми Бога живого? Какую-то часть своей страшной истории подкинул кому-то, и все. Я за это молюсь. Христиане, я верю, придет время, когда мы все, все войдем в исповедь перед Богом. Все. От начала и до конца. И если это сделать один, два, три, четыре, поверьте, страх уйдет. Скажите, страшно жить в свободе. Я хочу быть свободным, но страшно в этом мире. Страшно. Мне страшно, церковь, жить в церкви. Страшно, потому что здесь все лгут. Я не хочу, чтобы мои были дети здесь, внуки, правнуки. Здесь как-то, здесь еще будет страшнее жить в церкви без лжи. Потому что если ты это поймешь, то ты обретешь свободу, то ты вожглаешь, чтобы весь твой род так жил. Полной свободе. Я что-то не то говорю или то. Я сказал, тема будильник. Он разбудит сегодня. Я понимаю, если ты заснешь снова, Дух Святой повторит эту тему. Что происходит во время нашего вероисповедания и исповедания грехов, да? Раскаяния грехов. Происходит сильнейший переломный момент в жизни человека, чей человек обретает абсолютную свободу. Кто-то это переживал? Когда ты приходишь в тайную комнату и говоришь Богу все. Все от начала и до конца. Не скрывая ни одной мысли. Когда ты так говорил с Богом? Сейчас едут за рулем откровения какие-то там, транслируют. Я вообще удивляюсь. Все куда-то, почему-то все в машинах себя снимают. Заметили? Все успешные люди. Все успешные люди. В кавычках. Начали себя в машинах снимать. Да. Ну, не все руль показывают. Вы знаете, я верю, что ты сейчас слышишь. Мы должны претендовать на нашу свободу и войти в эту жизнь. Я помню, когда я был на своей встрече с Богом на одном из служений. Мне так было хорошо, как и к тебе, когда ты тоже был на служении. Помните второй день? Во второй день в основном идет освобождение. И ты открываешься. Ты открываешься полностью. И потом у тебя такая свобода. Тебе никуда не хочется. Ты забыл о своих проблемах. Аминь. Ты забыл, что тебя даже дома кто-то там ждет. Это говорит о том, что ты пережил настоящую свободу. Но прямо сейчас на этом месте ты можешь пережить эту свободу, если ты решишь не лгать ни себе, ни своему окружению. Поверьте, это должна решить, и в это должна войти вся церковь. Потому что если один сделает, заплюют. Забьют камнями. Но мы будем об этом молиться, чтобы настал момент, настал этот день, настал этот час. Ни один обличитель, помните, который привел, привели девушку, помните, к Иисусу, ни один не мог бросить камень. Но сколько сегодня камней летит в церковь? Сколько сегодня осуждений? Сколько людей, осуждая церковь, которые даже здесь сидели, они были в этих служениях, они служили в этой церкви. И я вам хочу сказать так же, они так же лжецы. Они лжецы, и сегодня они используют мою свободу, мою открытую жизнь, которую я открыл для всех, чтобы оправдать себя и чтобы скрыть свою ложь, которую они носят внутри себя по отношению к себе и другим. Бог желает, чтобы мы наслаждались положительными чувствами. Но из-за греха мы чаще видим негативный эффект отрицательного эмоционального опыта. Библейские герои также переживали эмоциональные подъемы и спады. Мы читаем, да, Библию каждый день. Некоторым удавалось взять свои чувства под контролем, другие позволили отрицательным чувствам толкнуть их на неправильные действия. Взаимосвязь между чувствами и поведением не всегда линейна или предсказуема. Иногда болезненные переживания могут заставить нас опуститься на колени в поисках Бога, как главного источника помощи и поддержки. Аминь. Но в других случаях проблемы могут заставить людей отказаться от веры. Представляете, что делают чувства с каждым из нас? Поэтому в последнее время необходимо знать о чувствах и их влиянии на нашу жизнь. Я спрашивал у Духа Святого несколько раз, нужна эта тема, нужна эта тема, нужна эта тема, и набрался смелости проповедовать о чувствах. Сегодня вы что-то получаете? Скрытые чувства лишают нас полноценной жизни. Человек перестал чувствовать и Бога, и ближнего. И мы здесь все приехали. Можно спросить сейчас это у семейных пар. Если мы сейчас поговорим честно, то откроются немало проблем в разных сферах семьи. Что чувства заменились потребностью. Аминь, семейный. Потребность к жене, потребность к мужу, потребность просто жить, потребность рожать детей без чувств и без желания и так далее. Человек без чувств превратился в потребителя. А потребителя очень легко потерять из виду. Вы знаете? Это как комар, который сесет кровь, когда человек спит. Он потребитель. Ты заснул, и он к тебе. Ты даже не слышишь, как он прилетел. И как только ты поднимаешь руку, он тут же улетает. Вот и в церкви, знаете, приходят люди. Они чего-то хотят. И как только ты им что-то начинаешь говорить, эти комары улетают. Комарики хотят сидеть на воздушном шарике, который им ничего не говорит. Который не шевелится. И вот когда пастор не шевелится и ничего не говорит, все комары здесь. Все потребители, они идут на свет. Потому что знают, здесь можно что-то взять при свете. Потому что Библия говорит, приходите все ко мне. Поэтому сегодня закончилось время потребителей. Потребителю не нужно от тебя ничего, кроме того, в чем он нуждается. Представляешь, человек подходит к тебе и начинает рассказывать какую-то часть твоей проблемы. И я как пастор, я встречаю человека полностью. Понимаете? Я его не встречаю, потому что у него боль в мизинце. И вот только о боли в мизинце мы можем говорить, не больше. И как только ты начинаешь общаться с человеком больше и больше, ты начинаешь ему что-то говорить, он исчезает в твоей жизни. Знаешь почему? Потому что он потребитель. Он перестает тебя слушать, выключает тебя, закрывает уши и отмораживается, извините за слово. И как будто ты ему ничего не говорил, и ты ему не нужен. Как будто вы вообще не знакомы. Что происходит? Я говорю, Господь, что, почему? И Дух Святой мне начал говорить. Человек без чувств превратился в потребителя. И еще робота, да. Робот-потребитель. Потребителям ничего не нужно от Бога большего. Вы представляете? И Библия говорит, просите большего. Я еду на днях в машине. Снова машина. Ну, не знаю, почему-то Господь в машине говорит многим. И еду. И Дух Святой говорит, почему ты большего не просишь? Ты же мой сын. Мы все так живем. Сохранить тот сезон, который есть. Умень. Вот чуть-чуть-чуть. Вот. Ну, я понимаю, есть люди, которые еще не вошли в тот сезон. Но даже вы мечтали и получили больше. Вот я мечтал об одной жизни, думал, а получил больше. Я вам честно скажу. И все, и мне захотелось все это удержать. А Господь говорит, а почему ты дальше ни о чем не мечтаешь? Почему ты меня не просишь? Почему ты меня не просишь большего? Что, не с кем идти? А я, говорит Господь, как? Тебе кто-то нужен? Воздай Богу славу. Ты что, хочешь мечтать с кем-то? Или со мной? Поэтому потребители, они... Не нуждаются больше. Мы с этими людьми, и ты не сможешь никуда идти. Потому что у него есть только свой список нужд. И у потребителя одна цель. Уменьшить свой список, чтобы выжить. Поэтому сегодня здесь немного людей. Знаешь, я могу порадоваться за потребителей. Почему их нет? Нет, потому что список их закончился в их нуждах. Воздай Богу славу. Они научились молиться, ходить в церковь по воскресеньям. Они это сейчас делают в других местах. И большего не желают от Бога ничего. Они больше не кричат. Они больше не прорываются в своих молитвах. Им не нужно больше. Бога им достаточно. Хватит всем. Чем они говорят эти фразы? Нам хватит на этот век. А мы говорим, нет, нам нужно захватить поколения, которые идут за нами. Здесь есть живые. Я понимаю, ты еще пришел. Робот. Вы соглашаетесь сейчас с ним. И вот ты живешь с потребителями. Дома потребитель. Возможно, твоя жена потребитель. Возможно, твой муж потребитель. Возможно, твое окружение потребитель. Уходите с этих рядов. И ищите тех, кто будет все время желать большего. Я понимаю, что многих удивляет, когда пастор объявляет о расширении церкви молитвы. С кем? С Богом. Слышите? С тобой. С роботами невозможно получить расширение. Потребителю ненужные молитвы. Ему достаточно час в пятницу. Потому что у него есть список. И хватит. А тем, кто решил жить с Богом от начала и до конца. Те, кто решил жить совершенно по-другому, чтобы его никто не узнал на улице. Он не сможет так жить. Он все время будет искать царство и просить большего. Еще могу сказать. Ни громко-бата, нет? Нормально? Я не могу изменить. Как с первого дня началось. Как яхту вы назовете, так она и поплывет. Тут как первый день кричал, так вот 11 лет. Потребитель, послушайте еще, потребитель не может жить в воле Бога. Вы услышали? Потому что он живет в воле своего списка нужд. Поэтому, что бы ты ни говорил потребителю, как бы ты с ним ни разговаривал, ни общался, вы знаете, что человек, который сейчас сидит, вот сейчас здесь в этом зале он сидит, он сейчас кое-что услышал, и если он потребитель, он больше это не применит, то, о чем я говорю. Да говори, говори. Я уже в понедельнике. Мне уже все свои заботы. Потребитель думает о понедельнике. Потребитель уже в воскресенье вечером, я когда-то об этом проповедовал, собирается уже в понедельник. А ты знаешь, что сегодня может прийти Иисус Христос, и завтра понедельника не будет твоего. Да, воздай Богу славу. А ты в это не веришь. Ты думаешь, Иисус придет, когда закончится весь твой список нужд. Потребитель, уходи с этой площадки. И мы, как Ванька и Станька, где потребитель, где он вроде жаждущий. Потребителю не важно, что происходит вокруг него, ему не важно, что происходит в его городе, стране и мире. Он слишком сконцентрирован на себе. Потребитель не может жить в свободе, потому что он все время ужет. С его уст выходит ложь, и он даже сам этого не слышит. Потребитель никогда не сможет иметь жажду. Потребитель показывает Богу только свое присутствие. И иногда потребителя можно перепутать с жаждущим человеком. Представляете? Я вам честно говорю, я вам говорю как служитель и как пастор. Потребителя можно перепутать с жаждущим человеком. Иногда жажда человека выглядит хуже, чем потребитель в церкви. Он такой весь задумчивый, целевой. У него есть цели, у него прекрасные, у него победы и неудачи. У него все там. Знаете, вот потребитель, он такой сконцентрированный христианин. Он приходит в церковь, у него все четко, по часам. Потребители не опаздывают, потому что у них же свой список. У них все отработано. Но у жаждущих людей, они даже хуже выглядят иногда физически. Потому что они каждую минуту жаждут Бога. Они не спят. Им снятся сны. Они просыпаются уже в церкви. Они думают совершенно о другом, о спасении города. И вы знаете, как это выжимает все. И ты такой приходишь, а что с тобой? Я знаю потребителей, которые мне говорили, о, ты все время болеешь, а на нас посмотри. Думаю, ну точно. Я не знал, как их назвать. Потребитель. Есть цена. Без цены ничего не бывает. Даже потребители это знают. Все четко. Десятинок, десятини. Жертва, жертва. Пятерочка к пятерочке. Десяточка к десяточке. Все четко дома. Все четко. Все. Даже они даже в свой бюджет по копейке. Пересчитывают и рассчитывают на месяц. Это потребители. Мы все являемся потребителем света. И сейчас свет подорожал. И мы теперь будем контролировать себя. Настаимо время. Будем жить в темных домах. При том, что у нас есть свет. Не дождешься, дух этого мира. Будем жить при свете и электричестве. Воздай Богу славу. И все, у нас холодная зима. Почему? Что тебя отопление отрезали? Нет. Подорожало. А что у тебя дома холодно? Дорого. Потребитель. Потому что для детей Бога ничего дорого не бывает. Он на всем, обо всем позаботится. Вы понимаете эту тему? Ты понимаешь, что лучше пусть сейчас уйдут еще потребители, чем с ними жить. Устанешь от их бюджета и чувств. У них бюджет чувств даже. Только по праздникам они веселятся на Новый год. Ну и еще на Пасху соберемся. Потребители подходят всегда перед праздниками великими. А сегодня можно прям праздник устроить. Церковь. Просыпаемся во имя Иисуса. Хочешь праздника? Да сходи, погуляй в ресторан после работы. После работы спать. Проснулся на работу. Церковь. Роботы! И это так живет наш весь город, Фюрсбург. Восемь часов. Темнота. И все в кроватях. Я понимаю, почему не хочется ходить на молитвы. Потому что режим города такой. Съезди во Франкфурт. Там только восемь часов жизнь начинается. Там восемь выходят с работы. Нормально люди ходят, гуляют. Съезди, съезди, съезди. Они с работы идут. Просто идут на кофе. Общаются. Разговаривают. Идут в ресторан. Там нормальная жизнь. В больших городах это везде. Я сам вырос в большом городе. Не жил. Город пятьсот тысяч. Там не идут. После работы дрыхнут. Люди с чувствами живут. И видишь по людям жизнь. Вы берете что-то для себя сейчас? Будильник. У нас такие бы. Пришел. Если ты с работы пришел, значит ты устал. Это твое понимание. Ты понимаешь? Если ты с работы ушел, значит ты свободен. Можно гулять, танцевать, ходить в церковь. Делать все, что тебе хочется. Потому что ты свободен. Я понимаю, что многие ходят на работы. Но работа, она не говорит тебе, пришел, заснул и проснулся. Я хочу вас сегодня разбудить. Я хочу сегодня вам рассказать, что ты, чтобы ты не жил в позиции потребителя. Ты узнаешь себя немножко? Узнаешь? Сегодня список выбрал. Прямо сейчас съешь. Съешь его. Эту горечь. И сходи вот туда, за шкафчики. Да-да, скоро будем регулировать пищеварение. Что ж такое съесть, чтобы подольше потерпеть? Что у нас там вяжет? Груша? Что еще там ствердит? Ну правда. Слава Богу, у нас одно место с окнами. А раньше строили без окон. Если ты здесь из-за кого-то или чего-то, ты потребитель. Вы слышите? А ты думаешь, вообще нет. Смотрю, оп, смотрю у всех так. Настроение поднимается. Чтобы настроение поднялось, оно должно опуститься. Ты же понимаешь. Иначе его не поднять. Поэтому Дух Святой он учитель. Он сначала опускает наше настроение, а потом поднимает. Ты услышал эту фразу? Если ты из-за кого-то здесь или из-за чего-то, ты потребитель. И Бог не ответит на твой список. Никогда. Может быть там что-то там просвет будет. Бог ищет поклонников. Поклонник это свободный человек, который не использует ложь. Он поклонение свободное. Ему все равно, как на него смотрят. Он может упасть, лечь, сесть, лечь, танцевать. Он может быть, плакать. Поклонник, поклонник это свободный человек. Поэтому отдайте сегодня свои чувства Богу. Дух этого мира перенаправил, все время пытается перенаправить наши чувства, подбросив нам проблемы, ситуации. После чего наши чувства превращаются в секундные эмоции. Знаете, что чувства и эмоции это совершенно разное. Чувства это длительное состояние. Наше состояние эмоций это короткие моменты твоей психики. Не сердце. Поэтому, когда мне человек звонит и говорит, слушай, да я там, ему дьявол, ну все, ты попался. Я говорю, да это эмоция, просто забудь за нее и иди дальше. Вы слышите? Но никогда не отталкивайтесь от того, что эмоции это что-то длительное. Они у кого-то проявляются чаще, у кого-то реже. Есть люди, которые, нам кажется, что они не эмоциональные, но настает день. Думаешь, лучше бы он каждый день по чуть-чуть. Чем раз в год. Религия пытается уничтожить чувства с помощью традиций. Вы понимаете? На что претендует сегодня религия? Она претендует на то, чтобы ты перестал быть поклонником, чтобы ты сегодня исполнил традицию, а в традиции нет чувства. Там привычка. Но чувства, кто бы на них не принтовал, дьявол, религия, невозможно убить, и ты это знаешь. Даже если ты ничего не переживаешь, ты даже чувствуешь пустоту. Аминь. Было с такой? Вот ты ничего не переживаешь, но тебе как-то все равно не по себе. Я ощущаю пустоту. Это чувства, которые никто не сможет никогда удалить от тебя, потому что они принадлежат тебе и Богу. Мы выражаем свои чувства общими терминами приятно, неприятно, нравится, не нравится, весело, скучно, радость, горе, скорбь, удовольствие, покой, беспокойство, досада, довольность, страх, надежда, антипатия, симпатия. Понаблюдайте за собой, вы найдете, что мы бываем то одними, то другими. Аминь. Сегодня одно и завтра другое. Сегодня одна, завтра другая. И вот так вот. Ладно, там, знаете, день-два, но наша жизнь меняется каждую минуту. И как только мы отдаем всю нашу жизнь в руки Бога, мы становимся стабильными в самом главном, Божьей воле. И если ты не отдашь свою жизнь полностью от начала до конца в руки Бога, ты будешь как Ванька-встанька. Или как неваляшка. Но когда мы отдаем нашу жизнь в руки Бога, то наши чувства всегда будут с Богом, независимо от проблемы, ситуации. Мы всегда будем с Ним и всегда будем любить Его настолько, насколько мы и должны это делать. Полностью. До конца. Поэтому люди, которые являются в позиции потребителя, они не могут быть стабильными даже в церкви. То они здесь, то они в другом месте, то они приходят, то они уходят. Это люди-потребители. Их чувства не с Богом. Их чувства направлены на этот мир и на то, что их окружает, а также на самих себя. И сегодня Дух Святой говорит, подчини свои чувства Богу, иначе у тебя будут проблемы. Вот мы будем молиться, подчини их. Скажи, я научусь подчинять свои чувства и отдам их все моему Богу. Потому что утром, да, даже у нас у каждого бывает разное утро, и если мы не подчиняем наши мысли, наши чувства Богу, то мы не сможем исполнить волю Божью, особенно быть в Его присутствии, быть в том месте, где Он нас ожидает. Жена Лота погибла не из-за страха, а из-за чувств. Представляете? Она погибла не из-за греха, она погибла из-за чувств. Она оглянулась. Вы слышите? Что она такого сделала? Она не согрешила. Пришел ангел и спасал Лота. И Господь его спасал. Мы сейчас вместе прочитаем. И он сказал, беги, не оглядывайся. Иди. Хорошо. Если ты не успеешь в один город, то я... И вот сказал, начал, знаете, договариваться с Богом. Хорошо, хорошо, я вот туда пойду и туда успею. Хорошо, Господь говорит, успеешь, но беги, не оглядывайся. И жена Лота не согрешила ни в чем, когда она бежала. Некогда было. Она оглянулась. И из-за своих чувств она превратилась в соляной ствол. Книга Моисея, Бытие 19, 19 глава. Давайте вместе прочитаем. Первая книга Моисея, 19. «Спасайся, сказал ангел Лоту. Назад не оглядывайся и не задерживайся в долине. Беги в горы, не то погибнешь. Нет, Господь мой, ответил Лот. Ты так добр ко мне, рабу твоему. Велика твоя милость ко мне. Ты спас мне жизнь». Представляете, даже здесь в словах Бога проявлены чувства. Вы слышите? Да, Господь мой Бог, даже там Лот в своей проблеме высвобождает чувства. А ты в проблеме. Бог, ты видел? Ты слышал? Вы слышите? Подчини свои мысли. Сегодня христианин говорит, Дух Святой, «Велика твоя милость ко мне, ты спас мне жизнь, но ведь до гор мне не добежать, беда настигнет мне, я погибну». А вон тот город, городок близко, туда можно добежать, он маленький. Туда я и побегу, он маленький, там я уцелею. Хорошо, сказал ангел. И я и это сделаю ради тебя. Я сохраню городок, о котором ты говоришь, но беги туда скорее. Я не могу начать, пока ты не пришел туда. Потому этот город и называется Цуар. Солнце зашло над землей, Лот пришел в Цуар. И обрушил Господь на Содом и Гоморру, словно дождь, серую, горящую с небес от Господа. И уничтожил оба города, и всю долину, и всех жителей, и все, что росло на земле. Оглянулась назад Лотова жена и превратилась в соляной столб. Вот так бывает со многими. И только все направленные чувства дают нам возможность не оглядываться по сторонам, даже если мы проснулись во время шторма. Вот сейчас я еще вас укреплю в этом откровлении. Вы замечали людей в церкви? Посмотрите на меня. Во время поклонения. Замечали? Туфельки. Сумочка. А сколько положил? Все ж так ложат. Дын-ды-дын, чтоб там не подзаленчало в нынешний век. Все ж смотрят. Вы знаете, в церкви все смотрят. Потребители. Вот не потребители, они никогда не завидуют. Вы заметили? У них даже мысли не проскочат о зависти к другим. Кто что носит, кто в чем приехал, кто о чем. Потому что у тебя есть жажда по Богу, и Он тебе дает все, и тебе это нравится. А потребитель со своими силами. И Он не носит, и не ездит, и не живет там, где Ему нравится. Вот, к сожалению, вот так вот потребители бывают. Они вечно недовольны. А недовольство их проявляется зависть. Но поклонники, люди, которые все чувства перенаправили к Богу, им все равно, кто в чем пришел, кто в чем ездит, они поклоняются Богу. Всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой своей, им все равно, как на них посмотрят, все равно. О, ты там ошибку допустил в звуке, вот в той такте потребитель. Ты что, пришел сюда на концерт? Можешь купить билет, есть профессионалы. Я верю, что просыпается церковь, которая будет чувствовать Бога по-настоящему, в котором будет все равно, кто где и как. Я хочу смотреть на Тебя, Господь, и жаждать только Тебя. О, мужчина пришел. Может он быть моим мужем или нет. И так все служение. Что, работаешь над списком своим? Потребителю очень тяжело выйти, нелегко выйти замуж или жениться, потому что там список, чтобы все весь твой список ублажили. Помогу многим, сокращу расстояние. Список большой. Аминь или нет? И если сейчас мне скажут, вот правда, аминь, выйдут смелые люди, это правда. Не подходит ни к одному пункту. Дальше стою. Смотрю. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вы соглашаетесь? Аминь? Не слышу. Аминь? Тема же пробуждения. А какой мужчина приходит? Даже если ты не ищешь, у тебя есть муж, а ну, лучше моего мужа. Ага, так в твоем списке. Изменить твоего мужа. Образ. Чтобы изменить образ мужчины, нужно изменить свой образ женщины. Халилюя. Халилюя. Скоро свадьбы на носу после этой проповеди. Без списка. Он ко мне не подходит. Он, твой муж, уже подошел. Если он хотя бы к тебе подошел, значит, он твой муж. Он не подходит к твоему списку. Вы слышите? Тебе уже подходили и, как же, подходили, подходили. И много-много было моментов, когда ты забыл бы о своем одиночестве. Но список, сори, большой. Слава Богу, моя жена без списка со мной замуж вышла. За меня замуж вышла. Правильно я сказал? Аминь. Ее список был другой. Но Бог говорит, по желанию сердца я все наполню, я исполню все. Халилюя. Слава Иисуса. У нас дома списка нет. Но бывает, конечно, в скандалах. Мы не подходим. Почему люди разводятся? Потому что во время скандала, во время гнева там проявляются эмоции и чувства. И там все выносят свои списки. Все. Мы не подходим друг к другу. Разводимся. А, мы не подходим не к друг другу. Мы не подходим к списку друг друга. Вы слышите? Аминь. Ну все, ты точно, брат, уже женишься. Халилюя. Как завещал в этом году Господь. В этом. Ты съел список? Я понял, ты в телефоне смотришь, список в телефоне. Можно съесть телефон. Да, вот проблема сейчас. Раньше на бумаге-то писали, там, знаете, там. И раньше, помните, вот эта фишка на Новый год? В шампанское опустить прах своего, сожженный лист желания и выпить это все вместе. Господи, как дьявол издевается над людьми? Я это делал. Не знаю, ты это делал? Нет? А, все святые на Новый год молились. Я понял. Понял. Или ты не доживал до Нового года? У многих такое чаще. Хлазай богу. А, я понял. Еще хуже. Я-то еще был. Ты позавидовал мне, да? У тебя хоть Новый год был. А у меня вообще там в девять вечера после салата улетел. Наверное, у каждого был Новый год, кто жил в той жизни такой, да? Без двенадцати. Девять – это было двенадцати. Давайте повеселимся, церковь. Значит, мы куда-то пойдем. Все вместе. Я могу продолжить про чувства. Еще раз. И только все направленные чувства дают нам возможность в сторону Бога не оглядываться по сторонам. Даже если мы проснулись во время шторма. Помните, Иисус спал в лодке? Он вообще не знал, что их лодка попала в шторм. Вы знаете? Он спал. Его чувства спали. Он даже не знал, что он спит и шторм. И он не собирался, Иисус, попадать в шторм. Вы понимаете? Но все время дьяволюка, он «будет нас», в кавычках, он все время показывает нам наш шторм. Смотри, шторм, шторм, шторм. И мы вот все вот такие. Во имя Иисуса шторм утихни, утихни, утихни. Ты что, думаешь, что Господь Бог послал на эту землю каждый день шторм? Это дьявол тебя будет. Дьявол тебя показывает в сторону, где шторм. Ты сел в лодку. Написано, Иисус сел в лодку. И на подушку он опрокинул свою голову. Вы читали вот это местописание? Я понимаю, что я что-то вам особое такое говорю. Ты этого не читал. Ты читал за шторм. Ты знаешь, что шторм, что ученики Иисуса разбудили, и шторм Иисус остановил. Но ты читал, что Иисус сел в лодку с подушкой. Ой. Он вошел в лодку с подушкой. Ты это помнишь? Нет. Потому что ты все время сконцентрирован на шторме. И тебе нужно сегодня успокоить свой шторм. Подушку тебе нужно сегодня взять. Представляешь? Иди купи подушку. И ходи с ней. У нас был один мальчик, ходил с подушкой. Вырос. И что бы здесь ни происходило, у него было свое. С подушкой ходит. Он как Иисус. Мама возрадовалась. Поднимается поколение Иисуса. У меня в багажнике всегда есть подушка и одеяло в машине. А у тебя что? Запчасти, чтобы ремонтировать. Я помню, мой папа, как откроет багажник. Боже, чего только там нет. Чтобы отремонтировать все. И еще построить две дачи. Положил в багажник подушку. Одеяло. Чтобы во время шторма спать. Хорошая поговорка. Поспи, и все пройдет. Помните? Бессонница. Бессонница. Тазбей подушку и ляжь. И все. Иисус сел в лодку, чтобы переплыть на другой берег. Он не сел в лодку, чтобы утонуть во время шторма. Вы слышите? И мы приходим в церковь, чтобы иметь другую жизнь. Аминь. Мы вошли в церковь не для того, чтобы ходить в нищете, в проклятии и в немощи. Этот дьявол тебя разбудил. Чтобы ты тут занимался ерундой. Шторм утип. Шторм утип. И вот люди, они живут, все время у них шторм. Вот как ни поговоришь шторм. То палец, то глаз, то ухо, то еще кто. Кто-то все время штормит. Я понял, что нужно делать. Подушки дарить таким людям. Купи себе нормальную мягкую кровать. Хватит на деревяшке спать, чтобы ты поспал спокойно. Они там где-то, непонятно. И тут ученики, они будят Иисуса. Учитель. Шторм. Иисус в шоке был. Он не понял. Он находился на кроме и спал, положил голову на подушку. Марка 4, 35, 41 стиха. Давайте откроем вместе. Ты думаешь, что у меня другая Библия? Такая же, как у тебя. У тебя. Конечно. Так, с 35-го. Вечером того же дня Иисус говорит им. Давайте переправимся на тот берег. Они оставили народ, оставив народ, садятся к Иисусу в лодку. Были там и другие лодки. Поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что захлестывали ее. А Иисус на кроме спал. Это 4-я глава от Марка 4, 35. Уже 38, я читаю. А Иисус на кроме спал, положил голову на подушку. Ученики будят его. Учитель, тебе дело нет, что мы погибаем. Представляете, учителю так комфортно. Ему так хорошо. Он спит. Он спит. Подушечка. Все нормально. Он проснулся и усмирил ветер. А морю сказал. Замолчи, уймись. Думаете, он из учеников это сделал? Он сделал, потому что он не собирался плыть в шторм проплывать. Он собирался на другой берег. Ты собираешься в другую жизнь? Кто собирается в другую жизнь попасть в царство Бога? Вот ты плыви и спи. Меньше обращай на эти штормы. Меньше обращай внимания на эти штормы. И там все наши чувства в этих штормах. И ты начинаешь воевать с этими людьми. Ты начинаешь им что-то доказывать. Посмотрите, потребители, которые ушли из церкви, они начинают церковь зуждать. Она мне ничего не дала. Там у меня ничего не получилось. Так, как тебе хотелось. И все чувства, и их направленные осудить то место, где они родились свыше, и получили то, что им давал Господь. И у них вечный шторм. Потому что, если они ходят в непрощении, это вечный шторм. А ты такой проснулся, спал спокойно. И эти люди все время хотят поднять внутри тебя бурю своими осуждениями и недобрыми взглядами. Иисус сказал, замолчи и умись. Ветер стих, и наступило полное обезветрие. Что же вы такие трусливые, сказал им Иисус. Неужели у вас совсем нет веры? На них напал великий страх. Они стали говорить друг другу, кто он, что он. И ветер, и море ему подчиняются. А другие, наверное, сказали, еще спит спокойно на подушке. Дело очень и очень часто фокусируется на шторме, хотя знает, что вся наша жизнь зависит от самого Бога. Правда, приходят страхи от шторма, который мы видим. Давайте смотреть на Иисуса. Это сложно. Я говорю всегда, да, я так же и себе это проповедую. Я не проповедую то, что я уже прошел. Знаете, я уже все прошел, поэтому я говорю, да невозможно все пройти. Что ты прошел? Если бы ты все прошел бы, то уже тебя здесь не было бы. Иисус бы забрал бы тебя, да. Совершенство такое пройденное. Если Бог проповедует, особенно через уста тех, кто первый это слышит, значит, это первому ко мне, а потом тебе. И так, и так дальше. Аминь. У нас у всех огромная проблема. Мы не спим во время шторма, а спим во время Божьей славы. Блаздай Богу славу. Во время шторма у всех чувства, у всех эмоций, все такие на страже. Ну, когда только Божьи славы. Бог кормит тебя, а ты, знаешь, как ребенок, вот эта последняя ложка, он засыпает. Многие из вас вот так на служениях, особенно во время проповеди. «Надо, корми меня, Господь, а то мне нужны силы во время шторма». Наоборот, живи, спи во время шторма, а пробудись и живи во время Божьей славы. Я столько сделал в течение дня, и там был, и там был, и там был, и там был. И эмоционально человек рассказывает, и я не успел прийти в церковь. Наоборот, не успей и туда, и туда, и туда. Сделай наоборот. Наоборот. Не спи во время Божьей славы, а спи на работе. Не, не те, кто в служении, я не говорю. Те, кто на работе у Духа этого мира. Ну, воскресенье нормально, понимаете, в церкви нормально спать, придремать это нормально. Представляешь, на работе сидят сотрудники, и ты только... Там ты все делаешь, чтобы не спать. Я разрешаю спать на работе тебе. Скажи самому работодателю, что все, мне пастор разрешил. Это духовно, легально. Спать на работе. Спать на работе. Тебе нет. Во время паузы скажи честно, что я говорю. Можно прилечь. У нас можно. Совсем Богом можно. У нас обед может быть со сном. Хочешь быстрее, чтобы тебя освободил дух этого мира от работы? Спи. Это легально, это все по Библии. Скажи, где в Библии? Вот, вот, Иисус. Вот, вот. Евангелие от Марка 4. Иисус на корме спал, положив голову на подушку. Вы же знаете, что я хожу в церковь. И сегодня я получил откровение. И тебя не узнают, как не узнали в деяниях. Во второй говорю. И мы не поняли. Ты молодого вина пился вчера? Многие спят вот, да, на работе. Те, кто пились молодого вина утром, на следующее утро. Да, аминь, аминь, то ходил так на работу. О, Господи, помилуй. Прости, Господь, и сохрани. Я ходил. Ты такой бодрый вроде. А сам, Господи, я помню это. Господь, спасибо. И ты тут с подушкой. И все по Библии. Хочешь деяния? Купи подушку на работу. И такой же вопрос тебе зададут. Отпился ли ты вина молодого вчера? Вы понимаете, насколько это серьезная тема для всех нас? Она нам жизненно необходима. Почему одни проходят шторм, а у других вся жизнь это шторм? Теперь ответь сам на свои заданные вопросы Богу, которые ты задаешь каждый день. Почему в моей жизни ничего не меняется? Почему моя жизнь такая законсервированная, как килька в томатном соусе в банке? До сих пор ее продают во всех магазинах, во всех практически странах. Направь все свои чувства на Бога, и ты увидишь, что произойдет в твоей жизни. Поверь, чтобы пойти вместе мужу и жене нужно отдать не только потребность физическую, не только понимание, что тебе нужен брак, но и все свои чувства. Если муж и жена не отдают друг другу чувства, этот брак скоро развалится. Он не будет крепким. Что бы ты ни делал, какие бы ты ни посещал семинары о семейной жизни без чувств, брака нет. Нет. Это то же самое купить себе домой какую-нибудь статуэтку и с ней разговаривать. Так и с Богом. Не отдав все чувства Богу, не отдав себя полностью, от начала и до конца ты не сможешь пройти с Ним все, что Он запланировал в твоей жизни. Ты не сможешь следовать Его воле, потому что если ты очень часто оглядываешься, если ты находишься в позиции потребителя, не сможешь. Ты не сможешь поклоняться без чувств, играть без чувств, проповедовать без чувств. Ты не сможешь даже слушать Божье Слово без чувств. Ты будешь как робот записывать все, чтобы тебе не забыть. Тебе нужно отдать себя полностью, где бы ты ни был, когда говорит Господь Бог. проявлять чувства по отношению к Богу, то, к чему Он говорит, в твоей тайной комнате. Сказать Господу, я твой, я твоя, я хочу быть полностью, Господь, свободным. Научиться не угадь и найти то место, где примут твою свободу, когда ты будешь говорить всю правду о себе и о своем окружении. И не бояться, что с тебя спросят. Иисус говорит, я умер и воскрес за каждого из вас, поэтому никто из вас не может никого осудить прямо сейчас, если вы узнаете друг от друга, что-то вам секретное, в кавычках. Наши чувства помогут вкусить Божью Слову. Я верю. Аминь. Элина, выйди, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», ответил Иисус. Вот первая и величайшая заповедь. Господь, прости нас, что я был в позиции потребителя. Я приходил к тебе со своим списком. Прости, Господь. Удали от меня мой список, всех моих переживаний, всех моих нужд. Независимо от того, на каком ты пункте сейчас находишься, на первом, а втором, или тебе осталось несколько пунктов в твоей жизни. Прости. Прости за то, что мы учили людей жить в твоих списках, в своих личных списках и желаниях. Господь, пусть будет твоя воля по отношению к каждому из нас. Научи меня чувствовать тебя совершенно по-другому, принимать твою радость. Научи меня ходить с окрушенным сердцем в твоем присутствии. Научи меня не спать твоей славе. И научи меня засыпать во время шторма. Знай, что я плыву в твоей лодке. И ты капитан моей жизни. Научи меня не оглядываться. Назад не смотреть по сторонам, а смотреть только на тебя. Чувствовать только тебя, мой Бог. Научи. Ши твоей славе. Прошу тебя, Господь. Разбуди сегодня, христиан. Я жажду больше. Прости, Господь. Скажи, прости, Господь, за то, что я тебя ограничил в своей жизни. Что я сказал вот это, и больше мне не надо. Дай мне столько, сколько может нести мое сердце, Господь. Господь говорит, я с избытком нападу. Прости, что я отказался от избытка в своей жизни. Я желаю большего, большего, потому что ты мой Бог, а я твой сын. Вы знаете, на днях мне позвонил мой друг и говорит, слушай, мне там, можешь дать совет? Купить ли мне недвижимость в другой стране? Как-то я учувствовал в его голосе тревогу по отношению... Вы знаете, он хотел получить истинный совет по отношению к истине. А я ему говорю, купи. Если тебе это открыто, покупай. Не ограничуй Бога. Значит, Он для чего-то, Господь это делает. Значит, Он что-то хочет от нас. Я верю, что мы научимся жить в расширении Бога. Независимо от того, сколько нас решило идти до конца. Когда шатер Бога, он будет расширяться каждый день. Потому что не только наши решения, не только наша вера, не только наша вера, но и все наши чувства. Все с Богом живы. Как давно ты стоял на поклонении с сокрушенным сердцем? Как давно ты стоял на коленях со слезами не от боли, а от того, что ты чувствовал любовь к живому Богу? Как давно ты молился? Молился честно и открыто при всех. Как давно ты разговаривал со своей семьей без лжи, а говорил ей правду, говорил то, что ты чувствуешь на самом деле. Иисус проявлял свои чувства в храме, в лодке во время шторма. Он проявлял свои чувства, узнав волю Бога. Помните? Иисус, научи нас. Научи нас быть живыми людьми. Я прямо сейчас разрушаю дух дьявола, который пытается своей ложью извратить жизнь христиан, превратив их в роботов и в исполнение законов и слова. Я прямо сейчас во имя Иисуса утверждаю, что все, что вложил в тебя Господь, оно будет восстановлено. Твои чувства, твои эмоции, твоя любовь, твои решения, это все будет один, один элемент всей твоей жизни. Каждый день для тебя будет праздником. Каждый день для тебя будет праздником. Прямо сейчас ты это слышишь и ты можешь дышать. Верни нам чувства. Верни нам чувства. Дай нам, пожалуйста, привести наши чувства в порядок. Нам нужна коммуникация чувства. Я хочу проснуться, Господь, в Твоей славе, но не в шторме. В Твоей любви, в Твоем слове, в Твоей истине. Я хочу жить в Твоей молитве, а не в молитве потребителя. Удали меня из списка потребителей, Господь. Вырви меня сегодня. Помните, Павел все время писал о своей боли, что он проходил. Павел не был потребителем. Потребитель никогда не пойдет на крест. Потребитель не сможет умереть за Иисуса Христа. Потребитель не сможет стоять до конца. Ему это невыгодно. Потребитель будет искать большую церковь, где он будет прятаться. И просто ему некуда девать. Знаете, тысячи-тысячи христиан привыкло ходить по воскресеньям церковь. Но их нет в живых местах, потому что они потребители. Они привыкли, поэтому им нужно свою потребность где-то отдавать. И вот они стоят там, и никто, они никто и нигде. И многие пасторы радуются этому. И сами пасторы потребители, потому что пасторы, они потребители, они нуждаются в полном зале. Они не нуждаются в Боге сегодня. Они не нуждаются в Божьем слове, в присутствии и славе Божьей. Пасторы стали потребители, они стали зависеть от людей. Но я верю, поднимается настоящая церковь, которая никогда не согласится с личным списком. Столько с волей Бога! Да исполнится воля Небесного Отца в нашей жизни. Воля Небесного Отца в жизни тех христиан, которые вышли с лодки во время шторма, которые сегодня решили уменьшить свой список любой ценой. Любимый Иисус, спасибо тебе за это Божье Слово, за то, что ты восстанавливаешь мои чувства в тебе. И я сегодня больше не робот. Я больше не робот. Я отрекаюсь от духа потребительства. Я отрекаюсь на том, что все мои чувства сконцентрированы на грехе, немощи, эмоциях. Я отрекаюсь от рабства. Я верю, что я смогу быть свободными. Я прямо сейчас утверждаю в церкви Христа вера вера исповедания, а также раскаяния в своих грехах. Без стыда бежать от греха любой ценой стать свободным. Свободным! Свободным! Я вижу, прямо сейчас разрываются все эти душевные связи, которые были связаны духом потребительства. Поэтому тебе кажется, что ты кого-то потерял сейчас. Я с тобой не буду идти дальше, если ты потребитель. Говорит Господь. И я также хочу это сказать. Я с потребителями не хожу. С потребителями невозможно договориться. И с потребителем, знаете, вот даже просишь о помощи, ему некогда тебе помочь. Он это делает, потому что Он зависим от тебя. Я верю, что в церкви это закончилось. Особенно в нашем служении, в нашей церкви в 12-й верстах. Я верю, время потребителей закончилось. Начинается время поклонников неба. Людей, которые избрали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем как главного источника всей жизни для тебя, для твоей семьи. Церковь не будет питать твои планы. Церковь не будет обеспечивать этот мир ничем, кроме Иисуса Христа и радостной вести. Во имя Иисуса. Церковь обеспечит этот мир радостной вестью. И мы ее понесем с радостью. И наши чувства они будут сегодня перенаправленные на Христа. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова